МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер на канале Перемь на РБК новости. В ближайшие 10 минут самая актуальная деловая информация. Меня зовут Максим Самаров. В начале выпуска коротко о главном. Выдача ипотеки россиянам в первом полугодии текущего года сократилась на 40%. Предприятия Пермского края в июле снизили сумму задолженности перед сотрудниками. И Пермский Амкар уступил в рамках чемпионата премьер-лиги московским армейцам со счетом 0-2. Выдача ипотеки россиянам в первом полугодии текущего года сократилась на 40% по сравнению с первой половиной прошлого года. Такие данные публиковало агентство по ипотечному кредитованию. Российские банки выдали всего 280 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 460 миллиардов рублей. Средняя сумма рублевого кредита при этом сократилась до 1 миллиона 640 тысяч рублей. По мнению экспертов, ипотека так сильно просела из-за того, что решение о субсидировании процентных ставок по этому виду кредитов правительством было принято только весной этого года. И рынок, оперативно отреагировав, последние 2-3 месяца пытается отыграть потерянные позиции. Непростые времена переживает и рынок вторичного жилья. Он не попадает под программу субсидирования ипотеки. Вторичный рынок очень сильно просел из-за того, что кредитная ставка была в среднем 16%, но новостройку она была 12%. Сегодня это 11,5% и 14%. Люди перестали покупать вторичное жилье, потому что, допустим, в цифрах есть ли, грубо говоря, новостройка стоит 1 миллион 742 квадрата, а Брежневка стоит 2,100, 31 квадрат. Из-за этого люди перестали брать вторичное жилье, перестали подавать заявки. Между тем, Минэкономразвитие, чтобы обезопасить риски банков при выдаче ипотечных кредитов, намерено упростить выпуск жилищных биржевых облигаций с ипотечным покрытием, то есть правом залога жилых помещений. Новый законопроект размещен на портале раскрытия информации. По итогам первой половины 2015 года в консолидированный бюджет Пермского края поступило на 2,5 миллиарда рублей поступлений больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в налоговой инспекции. Сумма налога составила 37 миллиардов рублей. При этом в ведомстве обращают внимание на то, что в налоговом законодательстве произошли изменения, которые касаются рядовых граждан. Если раньше срок уплаты имущественных налогов устанавливался властями в каждом регионе самостоятельно, то теперь этот день будет единым для всей страны. У нас налоговые инспекции уже завершили исчисление по имущественным налогам, то есть налогоплательщики уже видят в своих почтовых ящиках уведомления на уплату имущественных налогов, причем уведомления у нас тоже единые, то есть в этом уведомлении у нас включены все налоги, все три налога. Напомню еще раз, это налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, который необходимо уплатить до 1 октября. Единый срок уплаты имущественных налогов будет удобен в первую очередь налогоплательщикам, чья собственность зарегистрирована в разных регионах. Имущественные налоги физических лиц являются местными, все суммы поступают в бюджеты муниципальных образований. Наряду с НДФЛ это значимые источники пополнения для дефицитной казны городов и районов. Транспортный налог уходит в краевой бюджет. Появились изменения и в информационном наполнении. Единый федеральный номер контакт-центра 8-800-6-2. Этот единый телефон у нас действует по всей России. То есть вся информация, которую вы хотите получить, справочная информация по имущественным налогам, можно задать по этому телефону. Телефон у нас бесплатный, информирует у нас жителей абсолютно всей России. Если вы житель Пермского края, по этому поводу можно не переживать, в любом случае информация будет получена. Если вы должны, но еще не получили уведомления, необходимо обратиться к налоговикам. Спланировать свой визит можно как в рабочие дни, так и в субботу. Чтобы избежать ожидания в очереди, можно выбрать время с помощью удобного сервиса на сайте ФНС в России налог.ру. Онлайн-запись на прием в инспекцию. Андрей Вылежнев, Георгий Тимофеев, Перм НРБК. Уралкалий ускоряет проходку стволов на Устьяеве. Как говорится в проспекте программы биржевых облигаций компании, строительство стволов на Устьяевенском участке планируется завершить в 2016 году. Ранее Уралкалий планировал завершить строительство скипового ствола в декабре 2016 года, к литьевого весной 2017. В этом году компания планирует начать строительство объектов поверхностного комплекса на Устьяеве. Ввод объектов запланирован на 2017 год. Ввод подземного комплекса планируется поэтапно в 2020 и 2025 годах. Проект по разработке Устьяевенского участка Верхнекамского месторождения предполагает строительство рудника с двумя шахтными стволами мощностью 11 миллионов тонн руды в год. Проект позволит заменить выбывающие запасы рудника Березники-2 мощностью 2 миллиона тонн и увеличить мощность Березники-3. Также Уралкали продолжает реализацию программы по увеличению нагрузок и устранению узких мест. Проект подразумевает повышение нагрузок на существующие технологические секции фабрик на 15-25% и увеличение процента извлечения калия из сельвенитовой руды за счет модернизации и частичной замены оборудования. В результате к 2016 году мощности компании по выпуску хлоркалия вырастут на 700 тысяч тонн. Кроме того, в рамках проекта расширения СКРУ-3 в 2015 году планируется выполнить проектные и подготовительные работы для начала основного строительства и заказать оборудование. В 2018-19 годах Уралкали планирует запустить новый грануляционный комплекс на СКРУ-3. Ранее в марте совет директоров Уралкалия утвердил обновленную программу развития мощностей в свете аварий на руднике Соликамск-2. В частности, к 2020 году будет построен новый рудник мощностью более 2 миллионов тонн хлоркалия для безопасной отработки оставшихся запасов шахтного поля СКРУ-2 в объеме 91 миллиона тонн хлоркалия. Также было принято решение ускорить реализацию проекта по расширению мощностей на руднике Соликамск-3 для запуска в 2017 году. Общий объем инвест-программы Уралкалия до 2020 года оценивается в 300 миллиардов рублей. По данным издания «Бизнес-класс», потенциальные участники отбора генподрядчика строительства аэропорта Пермь оценили стоимость договора в сумму от 4,7 до 7,2 миллиарда рублей. Эта информация стала известна из протокола вскрытия конвертов. Наименьшую стоимость договора в своей заявке указала московская компания «Магнет» — 4,6,6,5 миллионов рублей. Наибольшую турецкая компания «Янебюн Иншаат» — 7,196 миллионов рублей. Сумму, превышающую 7 миллиардов рублей, в своей заявке указала также компания «Марашстрой». Остальные компании предварительно оценили стоимость договора подряда в сумму от 4,7 до 4,9 миллиарда рублей. Напомним, в конкурсной документации начальная и максимальная цена договора установлена в размере 4,9 миллиардов рублей. А на втором этапе мы будем проводить конкурентные переговоры непосредственно по самой цене. Цена для нас очень важна. Почему? Потому что на дворе кризис. Деньги сейчас на дороге не валяются, с ними очень сложно. Поэтому основная оценка и основной упор конкурса будет сделан именно на ценовое предложение. До 7 августа пройдет проверка соответствия содержания предоставленных потенциальными участниками документов к предъявляемым требованиям. Далее начнется этап конкурентных переговоров с оставшимися участниками. На этом этапе они смогут предложить стоимость договора, отличную от предложенной сейчас. Итоги планируют подвести 20 августа. Предприятия Пермского края в июле снизили сумму задолженности перед сотрудниками. В полном объеме зарплату не могут получить пока 1143 работника. Напомним, по итогам июня ведомством был отмечен рост объема зарплатного долга на 14%. Однако, по данным Пермстата на 1 августа, общая задолженность по прикамью снизилась на тот же показатель и составила 28,5 миллионов рублей. Основная часть долга 87,5% приходится на обрабатывающее производство и именно производство машин и оборудования. Все знаем, что еще 3-4 года назад долгия составляла около 200 миллионов рублей в Пермском крае. Активизирована была деятельность Межридорственной комиссии по предотвращению социальной отраженности, которую в то время возглавил Алексей Валерьевич. И я могу дать оценку. Ну, объективно, не то, что руководитель, да, а то, что сейчас осталось, 33 на 1 июля, 28 на сегодня. 28. При том, что по статистике один долгник 25 миллионов. То есть остаток без него 3 миллиона рублей всего. На сегодняшний день зарплату не получили 1143 работника, а в среднем это 24 800 рублей на каждого. Особое внимание при работе различных ведомств уделяется предприятиям-банкротам, поскольку именно с них взыскать задолженность по зарплате особенно трудно. Конечно, мы не останавливаемся в своем развитии нашей деятельности, потому что статистика статистика, а есть задолженность еще, которая образуется в течение месяца-двух, конечно, которая не входит в статистику, но тем не менее. Обращения эти есть, мы реагируем на них очень болезненно и своевременно. В каждом районе сформирована межведомственная комиссия по снятию социальной напряженности. Отметим, что для усиления борьбы с долгами по зарплате в Государственной Думе готовится законопроект, при введении в действие которого работник сможет банкротить предприятие, не выплатившее ему положенные по соглашению деньги. Андрей Вылежнев, Тимофей Салов, ПМНРБК. Работу лучше всего искать летом, утверждают эксперты портала Суперджоб. И не только с точки зрения количества доступных вакансий, но и с точки зрения числа кандидатов, на них претендующих. По мнению экспертов, летом на рынке труда традиционно низкая конкуренция, так как большая часть работников думает не о труде, а об отдыхе. И совсем не задумывается о поисках новой работы. Но для активных кандидатов такой подход означает снижение конкуренции. Надо пользоваться моментом. Уже осенью конкурс на те или иные вакансии возрастет. Во-вторых, в сезон отпусков кадровые проблемы бизнеса обостряются. В теплое время года во многих организациях может оголиться целый фронт работы. Разумеется, они будут прилагать все усилия, чтобы закрыть вакантные позиции. В-третьих, летом появляется больше вакансий в определенных сферах. В теплое время года традиционно заставляет оживиться многие отрасли экономики. К примеру, сельское хозяйство, туризм, транспорт, пищевую промышленность, логистику. К тому же, как полагают хэдхантеры, войти в новый рабочий ритм и в новый коллектив летом намного проще. Пермский Амкар уступил в рамках чемпионата премьер-лиги в Москве ЦСКА со счетом 0-2. После неоконченного четвертого тура красно-черный по-прежнему находится вверху турнирной таблицы. И занимали в понедельник пятое место. Соперники на неделе провели тяжелый матч в рамках Лиги чемпионов в Праге со Спартой. Амкар же силы экономил. Это давало надежду болельщикам, что подопечные Гаджи Гаджиева смогут добиться в столице хотя бы ничьей. Однако не случилось. Все было решено уже в первой половине игры, когда ворота Романа Гируса побывало два мяча. В самом начале встречи гол был забит с пенальти и в самом конце первого тайма полузащитник армейцев Тошич проявил недюжие мастерство, попав в угол ворот из сложной позиции. По мнению наставника Пермяков на игре сказалась погода. В столице стоит жара выше 30 градусов, что для амкаровцев оказалось действительно непривычным. Матч для комментариев и простой, и сложный. Простота в том, что первая же атака и такая грубая ошибка нашего центрального защитника. На первой же минуте проигрывать 1-0, а второе – это вот эта вот жара. Одно время было принято решение, чтобы не проводить матчи в такое время, но почему-то вернулись. И это была вся информация на сегодня. С вами был Максим Самаров. Оставайтесь на РБК и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова